МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости. В студии Тамара Рокетянская. Коротко о главных событиях в регионе. В Лисках масштабные учения по гражданской обороне. По легенде, тренировки в результате диверсии на стальной магистрали с рельсов сошла цистерна с нефтепродуктами. Пока к месту происшествия подъезжают сотрудники ФСБ и следкома, а полицейские занимаются оцеплением территории. Подоспевшие спасатели с бригадой пожарного поезда всего таких составов в Лискинском регионе ЮВЖД-5 эвакуируют пассажиров и тушат возгорание прокинутого резервуара. Вся работа координируется из оперативного штаба, развернутого прямо на месте ЧП. В этот раз огнеборцы запустили две мотопомпы. Из одного пожарного рукава мощной струей воды охлаждают пассажирский вагон. Из второго тушат цистерну пеной. Тем временем медики оказывают первую помощь условно пострадавшим пассажирам. Специальная бригада вагонного эксплуатационного депо Лиски устанавливает магнитно-герметизирующее устройство для предотвращения разлива топлива из поврежденного резервуара. А отряд экологов с помощью специальных подпорных стенок пытается не допустить распространения нефтепродуктов в почву. Восстановительный поезд к месту ЧП подгоняет железнодорожный кран грузоподъемностью 50 тонн. В рабочее положение его приводят более дюжины человек. Восстановительный поезд должен уйти со станции Лиски, со станции базированного строительного поезда, к месту АВР через 40 минут, то есть и днем, и ночью. То есть должны за это время успеть люди добраться до работы, переодеться. Ну и у нас есть же также еще в вагонах уже дополнительные вещи, там все это все. То есть 40 минут – самый главный норматив. Норматив на подъем единицы подвижного состава установлен 60 минут. Мы понимаем, что у нас на сегодняшний день сложная обстановка как в стране, так и в мире. Режим повышенной готовности в ОАО и РЖД никто не отменял. Семинары по гражданской обороне у нас проходят ежегодно на различных железных дорогах. Главная цель – это обмен опытом, доведение новых нормативных документов и отработать практических мероприятий. Сперва с помощью крана аварийная бригада перемещает отвалившиеся от цистерны тележки, так называют две колесные пары. Их по очереди ставят на пути и фиксируют деревянными. Затем самая зрелищная часть всего действия – подъем кузова хранилища. Задача специалистов – установить зависший бак обратно на колеса. На это уходит 10 минут. Чтобы при реальном ЧП действовать быстро и наверняка, аварийщики постоянно тренируются и испытывают на прочность свою спецтехнику. Такие межведомственные учения – обязательная часть семинарских встреч руководителей специальных служб 16 филиалов РЖД и представителей МЧС. Не опять основа. Любителей прокатиться по выделенной полосе сегодня ловили сотрудники ГИБДД. Такие рейды инспекторы проводят регулярно. Несмотря на то, что выделенка работает в Воронеже уже около двух лет, желающих занять автобусную полосу все равно немало. Напомню, помимо общественного транспорта, по ней могут передвигаться лишь такси, имеющие соответствующую лицензию. Но, как правило, в часы пик некоторые водители пренебрегают этим правилом, за что позже расплачиваются. Санкции за выезд на выделенку – полторы тысячи рублей. На этот раз рейды провели на Чернавском и Северном мостах, а также в районе торгового центра Московский проспект. Привлекли к ответственности более десятка водителей. Большинство за выезд на выделенную полосу, но были и те, кто управлял авто с прекращенной регистрацией. Между тем, сами воронежцы тоже способствуют поимке нарушителей. Граждане очень сильно помогают сотрудникам госавтоинспекции. Если видят нарушение правил дорожного движения, набирают либо на телефон 112, либо пишут сообщение в чат-бот. Госавтоинспекция Воронежской области, беспределу нет 36. Мы отрабатываем все жалобы. Поднять настроение, несмотря на обстоятельства. Детям участников специальной военной операции и ребятам, живущим в пунктах временного размещения, организовали поездку в Воронежский цирк. На благотворительные акции побывала и наша съемочная группа. Многочисленные автобусы с табличкой «Дети» на борту доставили в цирк особенных зрителей. Зал отдан ребятам из пунктов временного размещения и тем, чьи родные сегодня защищают родину на передовой. Благотворительную акцию решили приурочить к Дню России. Перед началом представления – государственный гимн в исполнении хора-курсантов военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Первыми в этот день цирковое шоу увидели ребята, вынужденно покинувшие Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области и живущие сейчас в пунктах временного размещения Воронежской области. В рамках проекта благотворительного фонда Чижова при поддержке фонда президентских грантов, который реализуется с осени прошлого года, маленькие зрители смогли посетить цирк абсолютно бесплатно. Дворительный фонд много делает, и лично Сергей Викторович, для продвижения вот этих инициатив, которые связаны с адаптацией детей и, собственно, с мероприятиями, которые позволяют им чувствовать, что они нужны и что они знают. Для семьи это очень важно, потому что, во-первых, это эмоции, это положительный такой импульс, который позволяет детям радоваться, понимаете? А родителям что нужно? Улыбка ребенка, правильно? И для этого они сделают все, в том числе вот те их отцы и дяди, может быть, братья, которые сейчас защищают нашу родину. Второе шоу артисты отработали для детей и участников спецоперации. Приобщить ребят к цирковому искусству решили компания «Росгосцирк» при поддержке Минкультуры и Минобороны. Причем уже во второй раз. Первый такой показ для семей бойцов СВО организовали в декабре прошлого года. Это мероприятие стало возможным при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации. Нужно понимать, для чего эта специальная военная операция. Нам нельзя, чтобы переврали, нам нельзя, чтобы нашу культуру принизили, унизили. Мы должны нести светлое и чистое для наших детей. Наши дети – это в будущем формируется, так сказать, образ, да, как заботится государство, какое отношение было к ним в той или иной ситуации. К акции присоединились и соцслужбы, и волонтерские организации, и военный комиссариат области, который занимался доставкой в столицу Черноземья ребят, живущих далеко от Воронежа. Мы организовали, чтобы в районы, то есть не только город Воронеж, и отдаленные районы, дети смогли принять участие. Ну, примерно, значит, скажем так, через органы местного самоуправления были выделены автобусы, которые доставили сюда ребят. Оказывали содействие членам семей, детям, с жором тех ребят, которые сейчас находятся, принимают участие в специальной военной операции. Это, как бы, скажем так, обязанность наша, то есть для того, чтобы они чувствовали поддержку, то есть, скажем так, голова не была забита, то, что дома какие-то там проблемы. Два с половиной часа на одном дыхании. Зрители, говорят, действительно смогли на время забыть обо всем, что тревожит, и насладиться новым шоу о приключениях хитроумного Одиссея. Мне очень нравится цирк. Давно он в нем не был. Очень понравилось представление. Особенно фонтаны. Никогда таких не видел в цирках. Программа необыкновенная, интересная. Вот эти фонтаны, подсветка, акробатика, животные. Просто игра актеров. Вообще замечательно. Так рады, что попали сюда. Благотворительные акции на этом манеже – дело привычное. Но для таких, ребят, говорят организаторы, они особенно важны. Потому теперь подобные встречи будут регулярными, чтобы прикоснуться к волшебному миру циркового искусства смог каждый, независимо от возраста и ситуации в стране. Сенсация ЕГЭ-2023. В Воронежской области впервые за много лет сто бальник по географии. Это выпускник Воронежской гимназии имени Бунина Игорь Буров. Сейчас мы готовим сюжет об этом юноше, а пока статистика от Департамента образования. По итогам первых трех государственных экзаменов в регионе появился уже 31 сто бальник. Большинство из них, 19 человек, отлично сдали литературу. 11 – химию. Ничего необычного в этом нет. Похожие результаты воронежские выпускники демонстрируют регулярно. Но вот география до сих пор ребятам не давалась. Да и сейчас средний балл по ней всего 49. Для сравнения, по химии он 56, а по литературе и вовсе 66. Да и выбирают географию сравнительно нечасто. В 2023-м этот предмет сдавали всего 450 выпускников. Почти вдвое меньше, чем ту же химию. Основная масса стобальников – представители самой столицы Черноземья. Следом с большим отрывом идет Россош, потом Каменка, Новохоперск, Семилуки, Богучар, Новая Усмань, Хохол и Эртиль. В этих районах пока по одному стобальнику. Но все еще может измениться. Итоги самых массовых экзаменов по русскому языку и математике еще не подведены. «Зарядись» – девиз забега в Новой Усмане. Проводят его уже в девятый раз. Порядка 500 участников пробежали более 4 километров. Акцию посвятили Дню России, а также Дню рождения райцентра. В этом году самому большому селу Российской Федерации исполняется 425 лет. К массовой пробежке присоединилась и Анастасия Алексеева. Приходят к месту старта и сразу начинают разминаться. Так начинается ежегодный забег в Новой Усмане. Сотни участников в брендированных футболках уже как единая команда. Возраст бегунов колеблется от 10 до 50 лет. Но он и не важен. Участвовать могут все желающие. Между тем самые опытные спортсмены – школьники. Каждый год участвую в этом забеге, так что сегодня тоже решил прийти. Вообще надо размяться. Сначала с ног, шеи, до ног. Все разминаешь, потом побежал. Я сегодня пришел с друзьями, одноклассниками, чтобы вместе мы посоревновались и побегали в этом марафоне зарядись. У нас такой споры ничего нет. Просто так поддержать акцию и получить футболочку. Единой разминки на старте не было. Каждый делал это самостоятельно. Собственно, как и мы. Скоро стартует марафон, и я решила, чем я хуже других участников. И со своими новыми друзьями решила тоже его пробежать. Так, но разминаться я не умею. Ребята должны показать. Что мы делаем в первую очередь? Голову разминаем. Голову как? Давайте разминать. Круговые движения. Круговые движения все делаем. Дальше что разминаем? Руки? Руки. Плечи. 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 Все разминаем. Плечи. Хорошо. А надо прям хорошо размяться? Да, так. А может плохо стать или заболеть что-то, наверное, да? Нет, ничего. Травму можно получить. Травму? Плечи. А, тогда имеет смысл всем размяться. Разминайся. И теперь самое главное – разминаем ноги. Как? Можно вот так. Так, можно вот так. Ага, хорошо. Так, ну что, я и мои друзья готовы к забегу. Осталось буквально считанные минуты, и мы стартуем. Несмотря на то, что никаких соревнований здесь нет, взрослые участники немного волнуются. Ну а дети буквально прыгают от нетерпения. Между тем, поддержать спортсменов приехал и глава района Дмитрий Маслов. Вместе с ребятами побежать решили и мы, собственно говоря, с Дмитрием Николаевичем. Дмитрий Николаевич, как настроить? Настя, просто супер. Побежали. Ну, побежали. А-а-а! И мы побежали. Ради нас перекрыли движение. Но, как ни странно, автомобилисты не злились, а наоборот, поддерживали бегунов сигналами. Сотни людей с флагами и кричалками. Зрелище, конечно, интересное. Один за свет! И все за одного! Один за свет! И всех за одного! Иди! Ура! Так, под крики поддержки мы пробежали больше километра. Со скоростью около 12 километров в час. Но я к тому времени, мягко говоря, устала. Ну что, я оказалась слишком слаба для этого марафона, поэтому схожу с дистанцией, но я верю в остальных. Героически преодолев дистанцию, участники финишировали на центральной площади Новой Усмани. Здесь еще одна разминка. Уже под руководством профессионального спортсмена, бронзового призера чемпионата России по бегу Сергея Ткаченко. Мужчина пробежал 264 километра за сутки. Говорит, что самыми стойкими на нынешней тренировке оказались именно дети. Кто-то устал, кому-то уже там не до разминки, уже хочется лечь на лавку. А в детях энергии много, конечно, они будут повторять, стараться более. Ну, дети, да. С учетом того, что почти половина, а может даже и больше из них профессиональные спортсмены, достаточно было бросить клич, и они с огромным удовольствием откликнулись. Дистанция 4 километра с небольшим, она на самом деле, ну, небольшая, особенно по меркам профессиональных бегунов. Но целью не стояло какой-то соревновательный элемент включить. Цель это, повторяюсь, зарядиться. И ведь действительно зарядились. Несмотря на легкую усталость, люди покидали площадь буквально танцуя и с улыбками. Два новых образовательных кластера в сфере туризма и системе профессиональной подготовки будущих педагогов создадут в Воронежской области. Соглашение об этом подписали профильный департамент, учреждения участники кластеров и предприятия-партнеры. Работать объединения начнут со следующего учебного года в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На базе Хреновской школы наездников создадут центр для подготовки специалистов в сфере туризма. В этот же кластер вошли еще пять участников – три Воронежских колледжа и учебные заведения из Бобровского района и Борисоглебска. Среди партнеров, готовых трудоустроить выпускников, шесть крупных агропредприятий. А вот ядром по подготовке учителей будущего станет Губернский педагогический колледж. Конкурс, который проводило правительство России по проекту «Профессионалитет», оказался достаточно сложным, отметили на церемонии подписания соглашения. Учитывалась уникальность образовательных предложений, а также готовность профильных структур к их реализации. Воронежская область в этом плане оказалась на высоте. И теперь новые кластеры призваны вывести на новый уровень не только систему подготовки педагогов, но и одно из приоритетных направлений развития региона – туризм. Наши заявки традиционно, а это теперь традиционно, все-таки уже это третья победа в профессионалитете, отличается то, что мы комплексно решаем проблему. Если мы модернизируем гостиничное дело, то значит модернизируется школа наездников в данном случае по лабораториям необходимым, делаются модельные среды, например, как мини-гостиница или, соответственно, то, что позволяет, например, ресторанным делом заниматься. Когда эта комплексность оформляется уже в виде дизайн-проекта, то получается уже картинка, ну, наверное, в кавычках картинка, да, которая привлекает внимание экспертного сообщества. Она яркая, грамотная, функциональная. Сегодня важно уточнить цели обучения и синхронизировать их с запросами работодателя. Наша задача усовершенствовать механизмы управления образовательными организациями и научиться использовать совместно образовательные ресурсы наших образовательных организаций. Этот факт даст нам возможность улучшить качество образования и подготовить педагогов будущего. Профессионалитет готовит специалистов под работодателя. Мы понимаем, что хочет конкретный работодатель, какие цели он преследует, поэтому готовим специалиста под ключ. Театральная экзотика на воде. В рамках 12-го Платонов-феста в Центральном парке выступил знаменитый вьетнамский театр кукол Тханг Лонг. Секреты кукольников из Юго-Восточной Азии узнала Кристина Штерн. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Живая музыка – это обязательная часть представления. Музыканты поют и играют на национальных инструментах, пожалуй, самый известный из которых – Дан Бау. Чем-то похож на русские гусли, только струна у него всего одна, да и звучание очень специфическое. Один раз услышишь – ничем не спутаешь. Так колоритно на Платоновском фестивале дебютирует вьетнамский кукольный театр на воде. Перед зрителями предстает калейдоскоп из мини-зарисовок о буднях вьетнамских селян. Они ловят карпов, присматривают за утками, катаются на быках и, конечно, сажают рис. Музыка Марионетки сделаны из особого дерева. Оно очень легкое и держит куклу на воде. Внизу есть механизм, который помогает ею управлять. Он крепится на длинной металлической палке. Наша задача – чтобы марионетки всплывали на воде. Мы ими управляем и говорим текст от имени персонажа. Но если у обычных марионеток главное средство выразительности слова, то здесь это действия, которые показывают их характер и особенности. Вьетнамский кукольный театр на воде существует уже более тысячи лет и считается жемчужиной мировой культуры. Зародился он в одной из деревушек близ Ханое. Крестьяне, кратая время в сезон обильных дождей, придумали театр, сцены которого служили озера или затопленные поля, а куклами – огородные чучела. Сейчас актеры стоят по пояс в специальном бассейне за ширмой. Причем там должно быть темно. Это принципиальный момент. Мы все равно видим, как мы управляем марионетками, а также зрителей. Нам особенно нравится наблюдать их восторженные лица, и это дает нам вдохновение. Сверху на меня надет традиционный вьетнамский костюм, который можно легко встретить на улицах Вьетнама. А под ним водонепроницаемое снаряжение, которое защищает от воды, обычно не целиком, только штаны. Под них мы надеваем несколько пар носков, чтобы ноги оставались в тепле, потому что вода холодная. К слову, название театра «Тхан Лонг» переводится как «дракон, стремящийся вверх». Это означает добрые намерения и надежду на процветание. В повествование вплетаются и персонажи из вьетнамской мифологии. Те самые драконы, правда, не огнедышащие, а выпускающие фонтанчики воды. Золотая черепаха и птицы-фениксы. Это персонаж-феникс. У него есть пара. Мы рассказываем историю о двух фениксах, которые любят друг друга. Механизм таков, когда птица двигается, поднимается и ее шея. У каждого персонажа есть свой стиль передвижения и разные приспособления для управления, потому что у каждого разные функции и свойства. В процессе представления количество и сложность марионеток возрастает, так что в финале перед зрителями пристают сценки из вьетнамского эпоса и многокомпонентные фигурки. Мы были как малые дети, смотрели от начала до конца с открытыми ртами. И сколько же возможностей все-таки у воды и театра кукол в воде. Потому что все понятно. На самом деле все понятно. Но насколько это виртуозно, я понимаю, насколько это виртуозно надо работать. Чтобы захватить зрителя. И насколько волшебно именно за счет воды. Потому что она живая, и вот эта живая вода плюс куклы, оно дает некое волшебство. За 50 минут труппа театра Тхан Лонг успела показать 16 коротких зарисовок, впечатлениями от которых зрители делятся буквально взахлеб. Как рыбака кот ловила лягушку, а ее змея съела. Мне больше всего понравилось. А еще мне понравилось про птиц. Понравилось необычно. Еще бы перевод был, вообще бы было классно. А так приходится догадываться. Впрочем, здесь все понятно и без перевода. За три дня артисты дали 9 представлений и все с аншлагами. Что означает, театральная дружба народов только началась. И на сегодня все. Оперативная информация на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова